Ребят, всем привет! Сегодня чисто рекламное видео, но и реклама бывает полезной, так что посмотрите это видео до конца. Сегодня хочу порекомендовать вам компанию Домашний Заготовщик, потому что сейчас у них на сайте проходит акция с огромными скидками. И для того, кто сейчас стоит перед выбором, где купить оборудование, где купить аппарат, либо самогонный аппарат, либо дистиллятор, либо коптильню, либо какой-нибудь гидравлический пресс, либо измельчитель. В общем, огромное количество оборудования. Пройдите, пожалуйста, по ссылочке в описании и посмотрите. Дело в том, сейчас объясню. Во-первых, сейчас идут акции у них. Скидки большие на разные оборудования. Во-вторых, плюс к этому еще, когда вы нажимаете на ссылку под этим видео и переходите на сайт Домашний Заготовщик, у вас автоматически активируется скидка лично от меня, 5%. И когда вы товар какой-то кладете в корзину, открываете свою корзину и видите уже, что сколько стоил товар до того, как вы его в корзину положили, и сколько стоит товар уже со скидкой 5%, со скидкой от Витальсона. Вот, это вы видите уже наглядно. Так что вам скидки от Домашнего Заготовщика от компании, плюс еще скидка от меня. Так что проходим по ссылочке в описании. Огромное количество разных аппаратов. Давайте пройдемся по самогонным аппаратам. Так, вот я сейчас разложил здесь на столе. Это самогонный аппарат Ястреб в двухкомпонентной комплектации. Одна версия металлическая, одна версия стеклянная. Его можно купить в двух разных версиях. Он идет с холодильниками Демрота. Этот доохладитель, кстати, он полуторадюймовый. Его можно использовать как полноценный тоже холодильник. В стеклянной версии, естественно, это идут у нас стеклянные царги. Вот, в металлической версии идут металлические царги. Узлы отбора по пару. Царги метровые, с портами под термометр. Так, здесь у нас получается, вот они, с носиком. Это тоже с носиком. Вон та, тот Демрот с носиком для отбора и со связью с атмосферой. Куб у меня на 50 литров. Чем вообще хороша вся вот эта система? Смотрите, на сайте указано у нас, получается, мы смотрим, когда заходим, допустим, открываем какой-либо аппарат, да, и там указаны квадратики, такие галочки можно ставить. В какой комплектации вы хотите этот аппарат купить? А получается, что вы можете сами собрать свой конструктор. Вы хотите, можете взять кусок отсюда, кусок отсюда, кусок отсюда, кусок отсюда. Вам не обязательно, вот, допустим, есть аппарат, все, вот что в нем есть в комплекте, и вам его обязательно надо купить. Нет. Вы выбираете сами. Что вам из этого комплекта надо? Вы выбираете, какой куб вам надо, вы выбираете, какой там вам нужно стекло, вам нужна нержавейка, вам нужна там медь, вам нужно, ну, в общем, все на ваш выбор. Я думаю, вы прекрасно поняли. Аппараты есть полуторадюймовые, двухдюймовые, трехдюймовые. Кубы также разного объема. Ну, максимальный, вроде, вот, как у меня, на 50 литров, вроде бы, больше куба нету. Но 50-литровый куб, вот этот, он просто великолепный. Я на нем работал уже. Так, это шланги там тоже у них. Я на нем уже работал много раз. Крышка здесь у нас, получается, купольная. В крышке термопорт, подрывной клапан. Сам куб вот так вот выглядит. Внутри, вот так вот выглядит снаружи. Работает как на индукции, так тен, так и газ. Вот. Так, что далее. По поводу стеклянных царх. Я знаю, что кому важно эстетическое удовольствие за наблюдением, за процессом, те берут стекло. Кому, в принципе, не важно, те берут нержавейку. Ну, в принципе, все, ребят. Я так понимаю, по самогонным аппаратам все понятно. Повторяться не буду. Теперь, по поводу разного дополнительного оборудования. То же самое. Скидка моя на все оборудование, что есть на сайте. На все оборудование. Вообще, на любое. Вот. По самогонным аппаратам определились. Теперь. Коптильня. Вот она, коптильня стоит. Вы знаете, у меня было довольно-таки много разных коптилин. Домашних. Но вот, опять же, не рекламы ради, не ради красного словца. Вот это самое лучшее из всех. Почему? По одной простой причине. Просто по одной причине. Потому что здесь не гидрозатвор, не гидрозамок, а прокладка. Здесь такая же система, как в самогонном аппарате. Герметизация через прокладку, через хомуты. Запаха ноль в квартире. Вообще. Я вот в квартире копчу. Комплектация. Ну, кстати, вот тоже по комплектации коптильни, по объему коптильни, вы можете провести свой выбор. Опять же, не надо покупать то, что только вот указано на сайте. Опять же, вы можете сделать выбор. Можете там решетки, поддоны убрать, добавить. Можете объем меньше-больше взять. Вот. Но, вещь отличная. Сало, курицу, рыбу. Все, что угодно, прямо дома на газовой плите. Но проблема. Вообще. Так. Что еще? Да, первый раз, кстати, вот в таком формате решил снять, чтобы все вокруг было видно. Это трехтысячная Сонька. Экшн камера. Экшн камера снимаю в режиме 4К. Вот. С петличным микрофоном. А то будете спрашивать, на что снимаю. Чтобы вот так было видно вообще все. Так. Далее, что еще? Далее, что? А, еще я в скорости, в скорости жду от компании Домашний Заготовщик новый самогонный аппарат с отбором по жидкости. Он будет. Но тут, вот, опять же, приверженцев разных отборов очень много. Кому-то удобнее отбор по жидкости, кому-то удобнее отбор по пару. Кто-то вообще не заморачивается, как я. Вот когда у меня спрашивают, Витальсон, а какой отбор лучше, по пару или по жидкости? Мне вообще пофиг, если честно. Что по пару, что по жидкости. Вообще. Я не вижу разницы в сложности или простоте. Работа это раз, и я не вижу разницы в качестве получаемого конечного продукта. Это два. А если разницы нет, то, в принципе, и смысла нет. Но тут как кому удобнее. Кто-то набил руку, ему удобнее по пару работать. Кто-то набил руку, ему удобнее работать по жидкости. Поэтому здесь есть аппараты с узлами отбора по пару, есть с узлами отбора по жидкости. А можно также собрать комплект, вообще сделать два узла, чтобы у вас было в одном аппарате. И по пару, и по жидкости. Вот по жидкости у меня сейчас здесь нет. И тогда вы сможете работать и так, и так. В общем, чисто попробовать, на каком узле вам лучше и удобнее будет работать. Вот, в принципе, и все. Вот, я искал двухдюймовый термопорт, а он у меня, оказывается, есть, а я думал, у меня его нет. Просто у меня такая большая коробка, вон там ящик такой большой, пластиковый стоит, где все это лежит. И раз даже забываешь, что у тебя есть, а что у тебя нет. Так, еще небольшой лайфхак. Вот смотрите, у нас получается здесь с двух сторон резьба. И когда нам приходит аппарат с завода, здесь все разобрано. Нам нужно скрутить резьбу. Я использую автомобильный высокотемпературный герметик для соединения. Отличная вещь, вот, меня радует. Я его использую везде. И на отборе, и сейчас стал использовать вот здесь, на соединениях, везде на резьбовых. Отличная вещь, стоит копейки. Герметизация стопроцентная. Проблем нет никаких. Так, что еще сказать, как бы не забыть чего-то упомянуть. Ну, в принципе, наверное, уже все рассказал. Вроде бы уже и рассказывать нечего. Ах, да, еще один небольшой нюанс. Один небольшой нюанс, ребята. Смотрим. Вот, смотрите. Обычно везде у всех быстросъемы идут десятка. В общем, внешний диаметр шланга, внешний диаметр шланга обычно у всех десятка. Здесь двенадцатый. Вот, здесь двенадцатый. Я не знаю, почему так они сделали. Вот, на каком основании это сделано. Но это надо учесть. То есть, к примеру, если у вас есть уже какие-то аппараты, вы что-то хотите там приобрести отсюда, то вам придут и шланг придет, и быстросъемы здесь идут в комплекте на 12 миллиметров диаметр. Я, кстати, этому достаточно удивился. Думаю, блин, вроде, ну, по стандарту все десятку делают и делают. И все шланги вот эти вот, они десятки. У меня там бухта шлангов десятка, а тут, блин, на тебе 12. Ну, ничего, шо ж, привык уже к этому я, привык работать. Так, ну, все, наверное, ребята, не буду затягивать сегодняшний видос. Реклама, реклама, ребята, реклама. Ну, и реклама бывает полезной. Все ссылочки в описании. Всем до свидания, до новых встреч. У меня, кстати, на кухне гонится самогончик. Пойду следить. Всем пока. Два пальца вверх.